Привет! Если вы смотрели мое видео, то скорее всего вы замечали, что биты я пишу в основном примерно 100% времени в наушниках. На это есть целых 4 причины, причем 4 вытекает из первых 3. И первая причина, что у меня просто нормальные наушники, это Beyerdynamics 880 Pro. Вторая причина, что у меня довольно бюджетные мониторы, Adam F5, и при этом даже эти бюджетные мониторы стоят раза, наверное, сейчас в 3 дороже, чем наушники. И третья причина, что вот это помещение, в котором я сейчас нахожусь, невозможно подготовить для нормальной работы в мониторах. Это касается большинства так называемых bedroom продюсеров, или по-нашему просто комнатных продюсеров. Короче, четвертая причина в том, что работать в наушниках просто гораздо удобнее. То есть такие наушники я купил, по-моему, тысяч за 11, сейчас, конечно, они будут подороже, но там есть... И также, если вы давно следите за моим каналом, то вы знаете, что у меня выходил обзор на Real Phones от Disonic. Это было лет 500 назад, это была очень старая версия программы. Так вот, это вторая серия. И прежде чем вы начнете писать в комментариях, что все продался от писка, если, конечно, хоть кто-то в 2022 году так пишет. Хочу сказать, во-первых, что это совершенно не та программа, что была тогда. Она стала гораздо круче, гораздо прокачаннее абсолютно во всем. Во-вторых, те моменты, которые лично мне тогда не понравились, уже лет 100 как исправлены. И в-третьих, Real Phones на постоянной основе встроен в мою работу с марта этого года. То есть это даже не тот случай, когда ваш любимый блогер заманивает вас в какую-то донатную помойку. Ну и если вдруг вы не пользовались интернетом последние несколько лет, я расскажу вам, что такое Real Phones. Это реальные наушники. А если серьезно, то это инструмент, который невероятно сильно расширяет возможности использования наушников в работе с музыкой. Но если очень сильно упростить, то Real Phones заставит звучать ваши наушники как мониторы. Причем не просто как мониторы, а как практически любые мониторы, которые существуют в мире, ну или, по крайней мере, самые популярные. И естественно, это не просто выравнивание АЧХ, хотя выравнивание АЧХ это одна из возможностей. В основном это эмуляция разных пространств, студий, мониторов, разных сценариев воспроизведения музыки. То есть если вы зайдете просто в пресеты, то тут любой вкус просто пресет. То есть можно проверить, как это будет звучать next door. Boy next door. Опустим этот момент. Можно проверить, как это будет звучать в AirBuds. Можно проверить, как это будет звучать в грязной машине. Вот я свою машину тысячу лет уже не мыл, и поверьте мне, звучит точно так же. Если отбросить шуточки, то это одно из пространств, которое появилось, по-моему, в обновлении 1.8, и Disonic им гордятся. То есть компания, которая разрабатывает Real Phones, потому что очень точно получилось. Второе появившееся тогда пространство это клуб. И мне реально очень нравится этот пресет, потому что звучание низких частот в нем проверять очень-очень удобно. Еще я не сказал о важном, что тут есть, естественно, переключение видов наушников. Тут есть обычные закрытые, обычные открытые. И отдельный профиль с моими наушниками Beardynamics DT880. По-моему, к стандартной лицензии прилагается три профиля. То есть вы можете в списке найти свою модель наушников, установить этот профиль, и Real Phones будет подстраиваться под звучание конкретно ваших наушников. Конкретно вашей модели наушников правильнее будет сказать, потому что вы дополнительно можете конкретно свою модель отправить им, и они сделают индивидуальный профиль под конкретно вашу модель наушников, потому что все-таки от модели к модели звучание чуть-чуть отличается. Информацию обо всем об этом вы сможете найти в описании. Давайте пока дальше по настроечкам. Из чего вообще начать настройку Real Phones после того, как вы его впервые открыли? Во-первых, я рекомендую нажать сюда и перейти в Easy Mode. А потом перейти к выбору наушников, то есть нажать вот сюда. Написано Studio Closet, Studio Open и моя модель наушников. Скорее всего, ваша модель наушников есть на сайте Disonic, и вы сможете поставить свой собственный профиль. Если такой модели нет, то нужно выбрать либо Studio Open, либо Studio Closet. Closet, соответственно, закрытые наушники, Open, открытые, либо, как в моем случае, полуоткрытые, давайте выберу их. После выбора наушников вам нужно выбрать степень коррекции их АЧХ, и это все очень индивидуально. Рекомендуется производителям от 40 до 100%, потому что каждый экземпляр звучит индивидуально. И после этого мы уже переходим к выбору эмулируемого помещения. Вот сюда нажимаем, это тоже очень важное меню. Здесь вы можете повыбирать разные варианты пространств, но производитель рекомендует начать с Big Fat Bottom и Normal. Еще очень важный параметр, это вот этот, то есть степень погружения в помещение, то есть степень влияния помещения на звук 100%. Полное влияние 0%, соответственно, не оказывает влияния вообще. А вот этот ползунок отвечает, как вы могли бы понять, за соотношение высоких и низких частот. И все эти параметры нужно настраивать для вас индивидуально, как для человека со своим собственным восприятием, и для вашего экземпляра наушников. То есть производитель рекомендует вам выбрать какой-то референсный трек, то есть какой-то эталонный лично для вас трек, загнать его в RealFonts и настроить каждый из этих параметров, то есть коррекцию, влияние помещения и яркость таким образом, чтобы этот трек звучал идеально, то есть чтобы вы вообще ничего не хотели в нем менять. Один из самых основных моментов, который мне не понравился в очень старых версиях, что все-таки большую нагрузку на процессор давал RealFonts. Сейчас они с этим справились. Смотрите, это проект пробит слупами из прошлого видео или позапрошлого уже. Тут куча эффектов. На мастере, естественно, стоит Озон. RealFonts включен и стоит на мастере. В аудио настройках задержка 512 сэмплов, либо 12 миллисекунд, что довольно мало для большого проекта. Я включаю воспроизведение. И ничего не лагает. Если мы откроем монитор ресурсов, то увидим, что на первом месте будет Озон. Но самое главное, это звук. О нем мы поговорим более обстоятельно. А пока давайте быстренько пробежимся по интерфейсу. Если нажать на три полосочки, тут будут разные настройки. И одна из них это Easy Mode. Если мы нажмем на нее, мы перейдем в Normal Mode. И вот так вот у вас будет плагин выглядеть, когда вы его первый раз запустите. То есть это полный набор настроек у вас перед глазами, но по большей части без них можно обойтись. Поэтому мы взглянули, посмотрели, нажимаем снова на три полосочки, переключаемся обратно в Easy Mode, которым я в основном пользуюсь. Меня отдельно несколько раз попросили рассказать про этот переход в Easy Mode. Скорее всего потому, что вот тут вот интерфейс такой большой, загруженный, много кнопочек, ничего не понятно. Переходим в Easy Mode, и все становится как бы больше воздуха появляется в интерфейсе. Я бы даже, наверное, назвал это просто Normal Mode. А вот то, что мы видим вот здесь, это отдельно включающийся Expert Mode. Мне кажется, так даже было бы круче. Но неважно. Помимо этого, что мне тут нравится, можно послушать отдельно сайт составляющего бита, отдельно мид составляющего бита, отдельно низкие частоты. Это все очень-очень удобно. Что я имею в виду на примере бита из видоса про лупы? Вот так он звучит через RealFonds. Это его версия, которая получилась в конце видео. А вот его же версия, которую я потом отдельно досвел, в том числе с помощью RealFonds. Еще бас мне понравилось сравнивать через 50 Real Club Empty, а не только Crowd. То есть Crowd типа полный, Empty типа пустой. Это разные отражения звука. Ну короче, смотрите, вот так вот звучит сведенный бит. Вот так вот, который по итогам видоса, то есть просто чуть-чуть недоделанный. Я не знаю, как там передаться все YouTube, но в этом бите, который доделанный, низкие частоты звучат принципиально более аккуратно. То есть они не выпирают, они не сильно давят, они звучат именно на своем месте. И я такого звучания в том числе добился с помощью RealFonds. Но не только сравнивая со своими битами, а сравнивая с другими референсами, которые я не могу вам включить из-за АП. И единственное, что могу порекомендовать, это скачивать референсы во флаке. То есть не в MP3 с YouTube в 128 кбит в секунду, а именно в максимально полном качестве. Потому что если вы сравните один и тот же трек во флаке и в MP3 с YouTube, то разницу вы точно услышите. Разница есть в том числе и в низких частотах, поэтому стремиться нужно к более качественному звучанию. Поэтому скачивайте референсы хотя бы во флаке. И один из сценариев сравнения с референсом, это сравнение мид-сайд составляющей. Это удобно в том числе делать с помощью RealFonds. Давайте продемонстрирую. Нажимаем S, включаем воспроизведение. Слышим одно. Включаем другое. И отличия в звучании становятся более очевидными. Это не панацея, просто это один из вариантов. То есть вы можете сравнивать сайт, мид, низкие частоты, высокие частоты. И это все удобно реализовано в RealFonds. И что касается баса и звучания в целом, хочу отметить, просто на басе я это услышал лучше всего. Даже относительно мартовской версии, звучание RealFonds прокачалось невероятно сильно. С этим связан забавный факт. Есть тех людей, кто вообще ничего не обновляет. У меня старая версия операционки на телефоне, у меня старые версии всех приложений. То есть я не обновляю приложения, пока они сами не начинают этого требовать. И типа иначе они не будут работать. Если бы мне не предложили сделать это видео, то я бы пользовался версией RealFonds, который был в марте. То есть мне написали, сказали, типа вот, если будем делать обзор, то поставь версию 1.8. Я такой, ну ладно. Ставлю версию 1.8. И, блин, меня реально поразило звучание низких частот. Они стали гораздо более понятными в новой версии. То есть если у вас старая версия, то обновитесь до 1.8. Насколько мне известно, если у вас старая версия, обновление до новой бесплатное. То есть вам ничего платить не надо, просто скачиваете, ставите, сравниваете. И чувствуете разницу, потому что звучание прям конкретно прокачалось. И для меня самый частый сценарий использования RealFonds сейчас, это сравнение с референсами. И поэтому у меня есть любимые пресеты. Оба клуба, то есть и crowd и empty, это первое, что я загружаю, когда мне нужны низкие частоты. То есть когда я сравниваю свой бит с референсом именно в низких частотах, я вот загружаю клубы. Потом RealCar, это пресет, который позволяет с другого угла взглянуть на свой бит. Для каждого пресета есть три варианта звучания. Clean, Normal идете. Это типа под пресеты, буквально разного варианта пространства для конкретного пресета. Тут также есть вариант коррекции, АЧХ усиленный или ослабленный. Ну вот условно, когда вы загружаете пресет, в первую очередь вы попадаете на correction 75% и Normal пресет. И слушаете, и все окей. Можно послушать в Clean, то есть более чистый вариант звучания, ну и более грязный вариант звучания. Опять же, это все нужно для того, чтобы мы могли под разными углами взглянуть на свою работу и что-то новое услышать. И понять, где еще у вас может быть какая-то проблема, которую можно исправить и сделать звучание еще лучше. Еще классный пресет, это вот этот MixCheck Extreme Sub. Он позволит в том числе услышать, не слишком ли сильно гудят ваши низкие частоты. Потом мне еще очень нравится пресет с кубами. И пресет, который я также постоянно включаю для сравнения с референсом или просто для того, чтобы еще под другим углом послушать свой бит, это MixElement Groove. И еще, естественно, я переключаю тут под пресеты внутри него, то есть Vocal, Clarity и Groove. То есть, ну, на самом деле, переключать между Clarity и Groove для конкретно данного пресета, как правило. Это все нужно в первую очередь для того, чтобы мы могли сделать вот эту так называемую транслируемость. То есть, чтобы бит звучал хорошо не только в ваших наушниках, а для того, чтобы он звучал хорошо на максимальном количестве акустических систем, которые только вообще могут прийти в голову, там, на тех же самых AirPods'ах, которые являются довольно важной частью музыкальной индустрии сейчас. То есть, когда мы пишем бит, у нас нету цели сделать супер-мега-идеальный бит, который будет звучать как трек, которому вокал не нужен, который звучит полностью самодостаточно. Нет, наша основная задача сделать бит таким, чтобы он звучал максимально нормально, чтобы он был довольно громким, чтобы было все в нем слышно, чтобы все в нем было в балансе. И Realphones это инструмент, это, то есть, это не волшебная таблетка, которая автоматом вот так вот сделает биты лучше, нет. Это просто дополнительный инструмент, который позволяет вам взглянуть на свой трек под большим количеством разных углов и сделать его лучше за счет того, что вы будете его лучше слышать и лучше понимать, что и на каком месте в нем расположено. То есть, это просто дополнительный инструмент для более подробного взгляда на ваши биты. И один из главных плюсов этого инструмента, что он, как минимум, недорогой. Он стоит дешевле, чем любые нормальные брендовые наушники. И, скорее всего, эти нормальные брендовые наушники будут в списке тех профилей, которые вам предложат просто вместе с покупкой. То есть, их отдельно не нужно докупать. А отдельно можно докупить индивидуальную коррекцию под ваши наушники. Инженеры D-Sonic проведут работу с конкретно вашим, вашим конкретным экземпляром наушников, если вы их им отправите. И, насколько мне известно, даже супербюджетные китайские Axelbox или Superlux, смотря где вы их купили, есть в списке профилей. То есть, предложение вообще, как бы это избито не звучало, оно реально антикризисное. Потому что, если вы посмотрите, сколько стоят нормальные мониторы, сколько стоит подготовить комнату для звучания этих мониторов, это просто, это не просто несопоставимые деньги. Это, ну, вообще, это разные лиги. А RealFons позволит вам чего-то подобного добиваться просто со своими наушничками и со своим компьютером, который расположен в вообще неподготовленной комнате. И что отдельно хорошо, у них гигантский пробный период. 41 день, по-моему. То есть, вы можете скачать RealFons прямо сейчас и пользоваться им бесплатно больше месяца. Если вы скачивали уже пробную версию вот тогда, когда-то давно, и вам они не понравились, то я настоятельно рекомендую вам скачать их сейчас и попробовать. Опять же, никаких денег платить не надо. Вы просто скачиваете и пробуете. И покупаете только в том случае, если эта программа реально помогает вам делать ваши биты лучше. И чтобы сравнивать с референсом, к слову, даже не обязательно загонять трек в FL, в Edison, можно просто выбрать в аудиоустройствах Windows, RealFons. То есть, они как бы сейчас работают дополнительно еще и как аудиодрайвер. Так что, призываю вас прямо сейчас пройти по ссылке в описании, пройти простенькую регистрацию, скачать RealFons и начать этот гигантский пробный период, за который вы сможете понять, работает RealFons для вас как инструмент по улучшению восприятия своего звучания или нет. Становится ли для вас звучание вашего бита более понятным. И если это так, то вы сможете приобрести его со скидкой 35%, она действует до конца августа. А также вот промокод дополнительный для зрителей моего канала, который к этой скидке добавят еще немножечко. Так что, проходите по ссылке в описании, устанавливайте RealFons, сделайте ваши биты круче. И, конечно же, ставьте лайк этому ролику, если он вам понравился.